Итак, рад приветствовать вас всех на моем канале. Наконец-то пришли мне подшипники на днях, которые я крайне рекомендую использовать вместо втулок. Я не буду вдаваться в подробности, какой конкретно смазкой вам пользоваться. Я свой выбор сделал в пользу смазки Mobil. Не буду утверждать, что это лучший вариант, худший вариант. Я попользовался вот этим Mobil, он попользовался Castrol MLMX. И для себя сделал вывод, что все-таки мне Mobil нравится больше по своим свойствам. Так как на самом деле первостепенно не столько, сколько сама смазка шестерней, потому что шестерни в комплекте, вы видите, сами пластиковые идут, сколько на самом деле важна качественная набивка корпуса, чисто чтобы препятствовать максимально попаданию влаги. И по опыту эксплуатации, моделей у меня достаточно много, По опыту эксплуатации могу сказать, что Mobil сопротивляется попаданию воды и прочего мусора внутрь разных деталей, там мостов, раздаток, коробок передач. Mobil сопротивляется значительно больше, чем сопротивляется этому Castrol. В комплекте у нас идет пластиковая раздатка, она с одной единственной фиксированной скоростью. Шестерни в комплекте устанавливаются пластиковые. Не могу сказать, хорошо это или плохо, потому что здесь больше зависит именно от качества материала, от качества пластика, либо от качества металла. И, соответственно, могут быть шестерни хорошими, как из пластика, так и из металла. Как многие из вас знают, на Аксиале в стоке идут именно пластиковые шестерни, ровно до тех пор, пока народ не начинает достаточно сильно утяжелять шасси, не ставить дурные БК, там по 3000 оборот вольт. Пластиковые шестерни на Аксиале, в общем-то, ходят, и у многих они ходят годами. Но, например, на той же самой Ватере шестерни в стоке уже идут металлические. Ну, это когда они у вас идут металлические, конечно, разумеется, неплохо, но, тем не менее, не факт, что плохо, то, что шестерни в комплекте идут пластиковые. Итак, бытуют два основных мнения на тему того, смазать ли только шестеренки и практически не добавлять смазку в сам корпус, либо же набить максимально корпус обе половинки и лишнее выдавит. В общем, мнение делится на два. Как говорится, тут каждый волен выбирать сам. Но я по своему опыту могу сказать то, что надо корпус набивать смазкой полностью. Это как раз тот случай, когда подходит, вот хорошо поговорка, кашу маслом не испортишь, лишнюю смазку у вас выдавит. Ее, разумеется, выдавит при сборке еще между двух половинок. Какая-то часть выйдет между подшипниками, но, тем не менее, именно полностью набитый корпус, полностью набитый корпус коробки, раздатки, редуктора, моста, неважно, именно полностью набитый корпус, он предохраняет ваши шестеренки, предотвращает ваши все валы, ваши подшипники от попадания воды. Соответственно, вода обычно попадает не одна, если бы сюда попадала чистая кристальная вода Эви. Особенно с пластиковыми шестеренками ничего бы плохого, такого сверхъестественного не происходило. Но проблема обычно в том, что вместе с водой, вместе с жидкостью попадают какие-то соли, попадает песок, попадает мелкая взвесь. И, соответственно, это все ведет только к износу, это увеличивает нагрузку как на подшипники, так и на сами шестерни. И, соответственно, моя рекомендация набивать корпус под завязку, лишнее у вас выдавит. Итак, в первую очередь нужно как можно больше нанести смазки в места, которые имеют отверстия, где имеются у нас отверстия выходных валов. Сначала я нанесу смазку на дно нашей раздатки. После того, как я нанес некоторое количество смазки на дно, после этого можно начинать вставлять уже наши валы в корпус раздатки со всеми шестереночками сразу сюда максимальное количество смазки. Вот, смазка добавлена. Теперь мы укладываем наш вал на место. Соответственно, немножко можно повращать шестеренки, чтобы смазка по ним распределилась относительно там ровно. и, соответственно, максимально возможное количество смазки необходимо нанести. Опять вот прям вот под шестеренку можно, сколько смазки будет вот туда входить. Соответственно, столько смазки и добавляйте. И максимально плотно рекомендую вам набивать свою коробку, раздатку по всем полостям, которые имеются в коробке или раздатке. Потому что, если какая-то полость у вас будет там относительно пустая, я вас уверяю, это закончится все тем, что варианта 2 у вас либо будет в коробке, там, либо раздатке у вас будет либо смазка, либо, соответственно, у вас там будет вода. Здесь поговорка, святое место пусто не бывает. Вот, соответственно, она сюда как раз тоже достаточно хорошо подходит. И запомните простой момент. Если у вас в корпусе, там, в данном случае, раздатки имеются пустые какие-то места, какие-то полости, эти места будут определенно чем-то заполнены. И тут уже, как говорится, выбирать вам, чем они будут заполнены. Либо они будут заполнены хорошей, качественной смазкой, либо, соответственно, они будут заполнены водой, водой с песком. В общем, вот я собрал корпус раздатки со всеми шестеренками, набил это все смазкой, набил смазкой это все под завязку. И сейчас такой, знаете, наверное, околорелигиозный вопрос на тему того, стоит ли устанавливать корпус для спура и пиньона. Вот такая, как своеобразная защита вроде. Вопрос такой двоякий. Кто-то говорит, что нужно, мол, только такая, как бы, защита поможет вам избежать попадания проводов каких-то электрических, там, перетирания обмотки шестеренками у, соответственно, электрических проводов. Именно это поможет вам избежать, там, проблем с моделью каких-то, там, пожаров и прочих стихийных бедствий. Вторая же точка зрения заключается в том, что защиту эту устанавливать не стоит, потому что под нее попадает песок, попадает прочая, там, какая-то требуха, которая, соответственно, остается здесь и, соответственно, увеличивает скорость износа ваших, вот этих, там, спуров, пиньонов и всего в этом духе. Ну, также второй побочный эффект от использования подобного корпуса заключается в том, что он, разумеется, несколько ограничивает максимальный размер, который вы могли бы использовать ведомые шестерни, без него, там, гипотетически можно использовать ее с большим количеством зубьев, с этим кожухом, ну, предположим, можно использовать максимально то, что нам предлагает производитель, там, на 87 зубьев. Тут такой, как бы, момент, каждый делает выбор свой сам, здесь я ничего не навязываю, но лично я вот такие, как бы, кожухи не использую, во-первых, на большинстве моих коробок их просто нет и не предусмотрено. Неоднократно наблюдал, как у ребят на покатушках начинается странный такой подозрительный хруст, то есть там люди начинают думать о том, что кончилась главная пара, там, где-то в мосту, в коробке, в раздатке, и, соответственно, разбирают корпус, и оттуда просто вытряхивается полкилограмма песка, поэтому для себя я сделал однозначный вывод, что я не сторонник вот таких защит, потому что, на мой взгляд, уберечь свою модель от пожара вам помогут элементарно две стяжки, которыми вы просто проложите вашу проводку, закрепите, и, соответственно, не будет никаких проблем, то есть на всех моих моделях с Пур и Пиньон они открыты, на мой взгляд, это ничуть более страшно, чем закрытая, как бы, схема. Мне кажется, наука не установила факт большего износа шестеренок. Есть у вас этот кожух, нет у вас этого кожуха, потому что здесь такой очень спорный момент, здесь не совсем, на самом деле, понятно, что лучше, очищаемая, как бы, пара с Пур и Пиньон, которая у вас в постоянном движении, и здесь просто ничего этого не копится, или же закрытая, вроде меньше попадает, но когда попадает, деваться некуда, и, соответственно, такой вопрос, палка о двух концах, лично я на своих моделях эти кожухи не использую. Из того, что мне не понравилось, эта раздатка не имеет никакого винта и крепежа с этой стороны, то есть все четыре винта расположены только по одну сторону, они расположены со стороны мотора, и пока раздатка не установлена на модель, как вы можете видеть, здесь есть щель, и она не смыкается, то, что для меня, ну, достаточно странно. Четыре крупных достаточно таких винта, и все стягивают, по сути, только одну сторону. Ну, неудивительно то, что со второй стороны вызывается перекос, и, как можно видеть, здесь стянуто все плотно, а к этой стороне расширяется. То есть, разумеется, был бы какой-то стягивающий винт, все было бы нормально, но пока есть вот такая ситуация, она мне не совсем понятна, но, надеюсь, она прояснится после того, как раздатка будет установлена уже на свое место на модели. Итак, раздатка собрана, на этом вторую часть можно, в общем-то, завершать. Из основных моментов обратите внимание на то, что все полости, которые вы не заполните смазкой, они будут заполнены со временем водой с песком. Также, соответственно, обратите внимание на то, что необходимо сменить втулки, которые идут в комплекте, на подшипники. Это позволит продлить вам срок службы вашей трансмиссии, это избавит вас от каких-то проблем в дальнейшем. В итоге пользуйтесь хорошей смазкой, собирайте все не спеша, пользуйтесь инструкцией. И на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok